Добрый день! В эфире Краснодар ТВ программа «Вперед, Быки!» в студии я, Ольга Городжанова. Сегодняшний выпуск нашей программы будет полностью посвящен предстоящему матчу первого тура Национального чемпионата России по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором футбольный клуб Краснодар будет встречаться на выезде с представителями московского локомотива. Сегодняшняя программа будет полностью посвящена этой теме и в первую очередь вы узнаете об истории взаимоотношений этих соперников, также послушайте мнение гостей нашей программы, также вас ждет еще много всего интересного. Ну а начнем все же с истории взаимоотношений краснодарцев и москвичей. Как всегда, по традиции Денис Данильченко углубился в эту историю и подготовил для нас сюжет. Слово нашему коллеге. Московский локомотив на протяжении всего прошлого сезона бился за чемпионство. Однако на финишный рывок железнодорожникам угля не хватило и команде пришлось довольствоваться бронзой. Тем не менее, завоевание первых медалей за последние 7 лет руководством клуба было справедливо признано успехом. Главный машинист локомотива Леонид Кучук, тренер весьма и весьма амбициозный. Уж он-то наверняка в душе остался недоволен итогами прошлого сезона и в новом настраивает своих подопечных на штурм еще более серьезных вершин. Но сможет ли Локо снова, как и год назад, активно вклиниться в чемпионские или хотя бы медальные разборки? Однозначный ответ на этот вопрос сейчас вряд ли даст кто-то из футбольных специалистов. На первый взгляд железнодорожникам летом удалось не только практически сохранить прошлогодний состав, но и сделать несколько интересных и многообещающих приобретений. Но это только на первый взгляд. Официально клуб покинул лишь хавбек Магомед Аздоев. Состав он проходил не часто и потому его аренду в Рубин можно считать вполне оправданным ходом. А вот два других игрока средней линии, причем во многом определявших в прошлом сезоне лицо команды Ласана Диара и Мубарак Бусуфа, номинально по-прежнему числятся в красно-зеленом депо, вот только на самом деле их там уже давно никто не видел. Ни на едином фото или видео со сборов замечены они не были и ни в одном из контрольных матчей участия не принимали. Версии отсутствия креативной парочки Диара Бусуфа в последнее время выдвигалось немало. И мы не собираемся их переозвучивать или выдвигать новые. Просто констатируем, начать сезон Локомотиву придется без трех ключевых игроков полузащиты. Почему без трех? Да потому что основной опорник Дмитрий Тарасов только завершает восстановление после серьезной травмы, из-за которой пропустил весеннюю часть прошлого сезона. Он уже успел сыграть в одном из спаррингов, но от оптимальной формы пока достаточно далек. Впрочем, по закону сохранения энергии, если где-то что-то убыло, то где-то обязательно прибудет. И Леониду Кучику на недостаток исполнителей жаловаться грех. В летнее окно к нему залетело сразу несколько игроков, каждый из которых вполне может стать открытием нынешнего чемпионата России. Защитник у Немани Пейчиновичу 26 лет. Он находится в самом расцвете сил. Успел поиграть за немецкую Герту, французскую Ниццу и уже дебютировал в национальной сборной Сербии. Полузащитник из Португалии Эммануэль Фернандеш на два года старше. Он перешел в Лока из турецкого Бешикташа, а ранее защищал цвета английских Эвертона и Портсмута, Испанской Валенсии и Лиссабонской Бенфики, воспитанником которой является. За его плечами 9 выступлений за национальную сборную Португалии. Еще один хавбек Алан Касаев прекрасно знаком российским любителям футбола. В послужном списке этого техничного, ориентированного на атаку футболиста, питерский зенит, Алания из Владикавказа, Кубань, Казанский Рубин и столичное Динамо, за которое он выступал в прошлом сезоне. В начале нынешней недели ряды железнодорожников пополнил земля главного галеодора команды Домен Дое Бай Умар Ниас. 24-летний крайне нападающий пришел в Лока из малоизвестного турецкого клуба Акхисар Беледие, за который в прошлом сезоне наколотил полтора десятка мячей. Оба своих сбора краснозеленные провели в Австрии, причем на первом базировались там, где Краснодар квартировал и тренировался на втором, в тирольском местечке Гвалькзея в отеле Сиховси Резиденс. Программу спаррингов Лока открыл встречей с Мюнхеном 1860, ныне представляющим вторую Бундеслигу. Немцы оказались сильнее 2-1, а единственный мяч у российской команды забил НДОЕ. Затем дружина Леонида Кучука одержала результативную победу 4-2 над чешской Викторией, дважды по ходу игры железнодорожники отыгрывались усилиями Ткачева и Григорьева с пенальти, а в концовке успех им принесли меткие удары Алексея Миранчука и того же Григорьева. Обыграть одесский Черноморец со счетом 2-1 локомотиву помог дубль Романа Павлюченко. С Фортуной из Дюссельдорфа красно-зеленые разошлись миром 1-1, гол забил Ткачев. Затем последовало поражение от немецкого Гройтерфюрта 0-2. Но завершили череду контрольных матчей железнодорожники проигрышем Ливеркузенскому Байеру 1-3. Роман Шишкин в этом матче размочил счет на 79-й минуте. История взаимоотношений Краснодара и Локомотива насчитывает 6 матчей, в которых не было ничьих. Пять раз вверх брали москвичи, в том числе и в чертизовском водном поло прошлого сезона. Быки же свою единственную победу со счетом 3-1 по иронии судьбы одержали в день железнодорожника. Случилось это ровно 2 года назад. Ну и в заключение о ниточке, которая сегодня связывает Локомотив и Краснодар. Имя этой ниточки Марат Измайлов. В 17-летнем возрасте он дебютировал в составе ЛОКО и отыграл за этот московский клуб более 7 лет, в числе которых были и лучшие годы его карьеры. Следующие 7 лет Измайлов провел в Португалии, затем были несколько месяцев в аренде в азербайджанской Габале под началом Юрия Семина, и вот Марат снова вернулся в Россию. В Краснодаре он будет выступать до конца сезона на правах аренды, и уже в первом матче чемпионата может впервые выйти на поле против клуба, который дал ему путевку в большой футбол. Чем не интрига? Вот так выглядит история взаимоотношений футбольных клубов Краснодар и Локомотив. Также вы узнали о некоторых последних новостях из стана нашего соперника, но теперь пришло время пригласить в нашу студию первого гостя. Им сегодня станет бывший игрок футбольного клуба Локомотив, а ныне руководитель селекционной службы футбольного клуба Краснодар Максим Бузникин. Ну что ж, добрый день, Максим. Спасибо большое, что стали гостем нашего дебютного выпуска, нашей новой программы. Ну что же, Краснодару предстоит первый матч в рамках чемпионата России. Соперник футбольный клуб Локомотив, клуб вам очень известный. Что ждете от этого поединка? Каким он может получиться? Ну, наверное, сложным. Все-таки это дебютный матч, это будет, наверное, большое напряжение. И жду, что? Ну, жду, конечно же, хорошей игры. Даже не столько хорошей игры, сколько, наверное, очков. Потому что стартовый матч важен с психологической точки зрения, с очковой. Поэтому, конечно же, буду ждать, наверное, победы от этого матча. Ну, Локомотив будет, наверное, доказывать, что он не случайно занял один из лидеров, лидирующей позиции. Поэтому матч, наверное, будет нервный и сложный. Ну, для Краснодара это не первый официальный матч в нынешнем сезоне. Вы, как руководитель селекционной службы, насколько можете сказать, прошел ли успешно этот момент новички? Как они освоились уже в команде? Как вписались в игру? Ну, это, наверное, один из положительных моментов, что Краснодар все-таки раньше начал сезон, чем неже Локомотив. Это, наверное, скорее пользу. То есть официальные матчи, они и есть официальные матчи, в них проверяется пока вроде неплохо. Хотелось бы, чтобы это продолжилось в сезоне. И, в общем-то, это, наверное, сыграет нам на руку. Ну, посмотрим с другой стороны. Локомотив, наверное, было больше времени для отдыха. Все-таки у нас много достаточно игр. Вот. Ну, футбол такая штука, тем более стартовый матч чемпионата. Посмотрим. Ну, и наверняка, как тоже представитель селекционной службы, как ее руководитель, наверняка смотрите за прибавлениями в других клубах. Вот что можете сказать по обновлениям Локомотива? Ну, Локомотив старался усилить, наверное, ключевые позиции. Это центр обороны, центр поля. То есть, взяли они центрального защитника, взяли игрока, наверное, такой вот, середины поля, больше бокатаки такие, из усилений. Вот сейчас вроде ведут переговоры о том, чтобы нападающий, да, перешел. Поэтому, ну, ключевые позиции, конечно, они старались усилить. Вот. Ну, посмотрим. В официальных матчах Локомотив пока не проводил. Поэтому, как будет все выглядеть, вот, наверное, игра нам все это и покажет первое. Ну, и заключительный вопрос, Максим. Как вы считаете, Краснодару, наверное, достаточно сложно будет этот дебютный у них год, когда и Евролига, и Чемпионат, и потом Кубок России. Как вот сосредоточиться и максимум своих сил показать? Ну, в общем-то, хочу сказать, что мы на примере Кубани в прошлом году увидели, что реалии игры на два фронта, это их Кубок Лига Европы и Чемпионат, и Кубань, конечно, во многом не справилась. То есть, неплохо выступала в Лиге Европы, но Чемпионат, конечно, вот это начало провалило. Поэтому нужно, наверное, сделать вывод и учиться. Тут сейчас не на своих ошибках, а на ошибках наших соседей. Поэтому, ну, многие клубы в Европе так играют, и такой график мощный. Поэтому я думаю, что ничего страшного в этом нет. Главное, правильно готовиться. Ну что ж, мы будем надеяться, что мы правильно подготовимся и покажем хороший результат. Спасибо вам большое, Максим, за участие в нашей программе. Всего доброго. Всего доброго. Спасибо большое нашему первому гостю в студии, которым был Максим Бузникин. Ну, а теперь переходим к следующему нашему собеседнику. Им станет комментатор телеканала НТВ Плюс Михаил Поленов. Сейчас мы с ним созвонимся и по прямой телефонной линии зададим ему несколько вопросов. Итак, Михаил, добрый день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Михаил, ну что же, чемпионат России уже совсем не за горами, уже скоро старт. Но нас, конечно же, интересует матч Краснодара с Локомотивом. Чего вы ждете от этой встречи? Ну, я, честно говоря, прежде всего жду хорошего футбола. Тут, правда, немного напрягают вести из Локомотива, потому что, если верить самым разным источникам, то два ведущих игрока очень хотят уйти. И если они не примут участие в матче, речи Диара и Досуфа, то, конечно, это скажется на качестве игры. Но я думаю, что после чемпионата мира мы уже успели погоревать немножечко о том, что вот, что нас ждет. Унылый наш чемпионат России. На самом деле, матч Локомотив Краснодара – одна из игр, которая, по-моему, может стать визитной карточкой. Ну, по крайней мере, первого тура-то точно. А может быть, и задать тон вообще всему чемпионату. Это две очень интересные команды. Краснодар в этом межсезонье никого не потерял, наоборот, только усилился. Ну, и не считать же потерей Романа Широкова, который, по сути, Краснодару и не принадлежал. Поэтому, честно говоря, я в предвкушении просто-напросто хорошей игры. И вообще по сезону от Краснодара, честно говоря, готов ожидать многого. Я не слышал пока никаких задач, но Сергей Гальцкий – небольшой любитель заранее расставлять задачи. Но думаю, что Краснодар вполне способен забраться еще выше, чем в предыдущем сезоне. Михаил, немножко вы затронули уже тему приобретений и потерь Краснодара. Что можете сказать насчет приобретений? Как селекционная работа, проведенная в межсезонье? Ну, этого мы пока не знаем. Ответ на этот вопрос даст непосредственно сам сезон. Я думаю, что Краснодар, как и любой другой клуб, который впервые сталкивается с необходимостью играть на два фронта и попадает в Еврокубки, вынужден решать очень непростую задачу. Комплектование команды с учетом того, что ей играть нужно будет на протяжении практически всей осени в довольно компактном и тяжелом достаточно режиме. Для этого нужна обойма. Я не считаю, что приобретение возрастных игроков – это какой-то шаг назад. В основном, в том, в том числе, например, был один из лучших игроков в Крыльев Советов. И по художеству сезона претензии можно было предъявить кому угодно, только не ему. Но по поводу Деканя тоже, в общем-то, все понятно. Все приобретения Краснодара, на мой взгляд, по крайней мере, пока выглядят достаточно уместно и резонно. Вопрос в том, насколько они оправдаются. Думаю, что на сегодняшний день Краснодар комплектован достаточно хорошо для того, чтобы принять те вызовы, которые бросит команде сезон. Ну и заключительный вопрос, Михаил. Как вам старт Краснодара все-таки в официальных матчах? Уже была Евролига. Какое впечатление произвела на вас команда первая? Мне кажется, что Краснодар вообще даже сейчас, даже с учетом того, что у команды есть никакого европейского опыта, у клуба, у команды. Мне кажется, что Краснодар – это уровень плей-офф лиги Европы. Но выход из группы – 1-16 финала. Давайте осторожно. Поэтому мерилом Краснодара считать калев я, честно говоря, отказываюсь. Это была игра в одни ворота, это была победа на классе, два раза причем. И видно, что просто немножко из разных лиг класса в прямом и переносном смысле. Поэтому настоящей проверкой для Краснодара, конечно, будет дальнейший путь в Лиге Европы. Но мы видим, что по первым матчам уже это было заметно, что Стандар в нормальной форме для начала сезона. Он ведь стартовал за несколько недель до начала чемпионата, до первого тура. И здесь важно не ошибиться с пиком формы. Его нужно на ноябрь все-таки акцент вознести. А здесь нужно было быть просто в нормальном состоянии и с минимум усилий пройти соперника, которого ты превосходишь в классе. Это случилось, и это радует. Будет сложнее, но я верю в Краснодар. Мне кажется, что вне зависимости от Шеребьевки команда будет претендовать на многое в Лиге Европы. Ну что ж, Михаил, спасибо вам большое за общение с нами. Всего вам доброго. Ожидаем очень интересного сезона. Спасибо. Параллельно вместе с основными составами Краснодара и Локомотива к предстоящему матчу, так же как и к новому сезону, готовятся представители молодежных команд. И прямо сейчас предлагаем вашему вниманию сюжет о том, как юные горожане готовятся вступить в новый сезон. На сегодняшний день молодежная команда состоит из ребят 96-95 года рождения. Так как у нас 97-й год находится в отпуске, мы вынуждены довольствоваться этим возрастом, где у нас находится в сегодняшнем расположении 26 футболистов. И мы разделили футболистов на две группы. Одна группа готовится к турниру во второй лиге, а одна группа готовится к первенству молодежному, который состоится уже в ближайшем субборе. Продолжение следует... Цели всегда у нас ставятся высокие. Мы хотим намного улучшить свое положение турнира, в котором в том году мы выглядели не очень. В этом я надеюсь, что с опытом ребят мы надеемся подняться на порядок выше. Субтитры сделал DimaTorzok Соперник серьезный, локомотив Москва. На него сильно ребят настраивать не надо. Они должны понимать, что среди таких команд приходится выкладываться в полную. Никакой дооценки соперника быть не может. И поэтому ребята все прекрасно понимают. И я надеюсь, что должно быть все хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok С самого первого официального матча в нынешнем сезоне, который горожане провели в рамках Европейской лиги, их повсюду сопровождали болельщики. Сначала в Эстонии, затем в Венгрии подопечные Олега Кононова нигде не оставались одни. О путешествиях Краснодарской торсиды смотрите прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok